ну как ты я почти как патриоте да 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 давай все вылетаем вылетаем старт-стоп все запустил да да давай батончик такой килограммовая есть такая конфетка нет уровень такой давай на сантимет на выбор на мой или такой сырок и и такой потом не сырок давай ну как я не укачиваю вообще они тут рессоры специальные вообще мягко реально по сравнению с моей машины так это середине в буханке сидел до буханка это не только я подтверждаю что-то тут от буханки есть что с полу осью не получилось получилось короче отдал я типа изготавливать и полу оси и новые шестерни новая шестерни короче чтобы вы понимали типа не знаю как-то слишком дешево кстати благодаря тебе типа что-то ты мне дал телефон и я изготовил первую шестерню понижайки она умеет политик ты знал но она у меня есть по-другому даймаса единственно что там выборка понял это единственно она мечт не нужно прикол ну как она мне принципе нужно я могу с нее сделать 4 3 раздатку умеете раза конечно короче что я пошел я начну короче раз с раздатки вам расскажу короче сразу или там с халлы и типа эту фигню короче у меня постоянно маленькая шестерня владик знает маленькая 6 это пониженная передачи которые плавают типа она не постоянно ломается почему-то не сумасшедшая нагрузка и во-вторых у нее 17 зубил и когда вы делаешь выборку под обоему даймаса понял выборочка такая соответственно тело теряется понял то есть ну короче но нету там блин но на такую нагрузку но нету телу это машину это шестерня машину делает напополам то есть она делит получается мотор раздатку и она делит короче у тебя 37 колеса и ты все эти три тонны и соответственно пары эти четыре ш понял типа она все нагрузка идет на неё и в чем прикол в том что я не знаю почему мне приходят мысли такие очень поздно сейчас объясню почему и по полу осям и по раздатке я не знаю почему мне приходите мысли они как-то приходят через много лет я вчера нашел такие косяки банальные которые реально вот такая мелочь мелочь-мелочь но я не буду тем отклоняться еще с раздатки короче раздатку я сейчас сделаю для того чтобы вот это я должен понимать нужно вот это вот для того чтобы что я хочу сделать это 6 короче я купил обыкновенную патриотовскую шестерню этаж помню какие делать 2 и 8 как делать он очень просто делается берется на твою раздатку берется просто патриотовская патриотовский промвал и патриотовская 6 я пониженной и с промвала связается венец понял элементарно попускается связается варивает закаливается и варивает саргончик вот вы шестерни у тебя твои 8 уже все все на самом деле это все очень просто и это очень доступно и то есть это все реально короче и сейчас вообще-то делается без проблем там тем паче это все есть и стоит это реально недорого то есть провал стоит короче двушка гривен и плюс работа ту работа ты понятно что там переберешь и не за срезать и наварить типа правильно это сделать не перегреть и перед ну там короче там те связали не срежут так они скорее всего пускать потом нужно будет опять же закалить короче венец и аккуратненько варгончиком его типа не пригрей то есть вот тебе и 28 на самом-то деле то есть я пошел по другому пути то есть я то есть мне постоянно короче ломается это грёбаная короче маленькая шестерня то есть я пошел почему что я делаю сейчас я купил патриотовскую шестерню 20 зубов ну типа вроде как китайская тракман понял но я вчера уже и пилил валера вчера приезжал принял я ее короче и керном типа таким наш не бану проверял на хорошем горном типа пытался брать несколько шестерек и поду который мне сделали я их всех короче там стучал типа ну вот от ракмановской вообще типа хорошо напильником на пиле кучи скользит до тракман до типа ноги все остальные напильник советские две написали из напильника но у них по любому твердых больше ну конечно то есть я не знаю что больше земли истины до 65 должно быть по идее у меня там минимум 60 потому что мы уже отталкиваюсь от того что 62 там и потом это уже должно быть не потом то что надо короче ну вроде как нормально типа вроде как пытался не помехом кстати шарошки если плотные всякие победитовые очень вальфрамовый эти типа там очень там плотные но я уже не стал короче и потому что все равно думал мне сделали короче шестерню эту маленькую я вообще хотел еще реально ее кольнуть понимаешь где он и стоит там 300 400 гривен это мурат короче но я ну тоже говорят что понимаете что слишком погрешности типа вот даже вот вернул твердоколов этот твердомеров этих типа у них погрешности там чуть ли не до 5 короче единиц там то есть и про такое говорят поэтому черт возьмать против пытался но короче время покажет что я делаю я беру большую шестерню 20 зубов и промвал ну я его честно сказать изготавливаю хотя можно было бы купить потому что сейчас причем изготавливаю потому что вроде бы как полностью промвал не зачем бред тушу и не срезается изготавливается венец типа люди новый стабильно зарабатываешь типа зубы режутся типа эти же все понял типа они что вы даже такой это стандартный уазовский суд понял она что пшок чем хорошо понимаешь что ты у тебя те шлицы которые уходит дифференциал то есть они точно так же уходят же понимают храм и так далее и тому подобное там то есть у нас все скипо точно же понимаешь что у нас зубы все одинаковые там на этом самом в раздавке там же не 5 этих шестеренок короче беру сейчас но что я хочу компенсировать чем хочу компенсировать я хочу компенсировать это во первых шестерня будет больше размером во вторых тела у нее будет короче так летим сегодня ржище у нас сегодня ржище в рейдик километра 80 по асфальту 75 на месте продолжаем сеанс это самое и что я по какому пути иду я сейчас чтобы короче делаю получается 6 больше соответственно но не только 2 меняю 6 и потому что понятно что она потеряется будет не 3 3 а там 2 и 8 я хочу больше шестерни поставить меньше промывал на 41 вот эти шестерни которые пройдут прямой передачи задней передачи и передней передачи и между ними соответственно шестерни включения то есть я их изменяю то есть я делаю вот эти две два вала короче также связаться севинцы я делаю два вала эти были 34 я делаю их больше 38 а вот это подключение шестерни меняю с 27 на 23 она меньше будет получается компенсирую типа вот этими валами типа у меня будет междаточное больше чем у меня сейчас есть но у меня при этом будет шестерня пониженной больше по диаметру по ним больше зацеп будет больше зубов не могу больше зубов больше зацеп большим количеством зубов будет сопряжение дело выборка будет там я выборка у меня будет не миллиметр говоря это мой тело будет мне и короче почему я еще так вспоминаю наш теплый Когда я взял машину, я быстро, типа, естественно, у меня кончилась раздатка родная, вот эта вот так называемая 1 на 9, ну, так она обычно у всех кончается. И я тогда, мне пацаны сделали, были времена тогда еще хорошие, когда мне почти тысячи долларов, чтобы понимали, сделали просто раздатку прямо зубую, там. За доллару я дал, когда еще и спасибо сказал. А что они сделали, они просто выкидывали все косозубые шестерни, в принципе, которых там уже и не было, они были разбитые. И в структуре, это просто вот этот вот обыкновенный прямо зубый вариант, и вот такой, как я говорю, патриотовская там была пониженная, и патриотовский венец, ну, вырезанный, короче. И вот это мне пошло, это доллару, типа, да, и она не шеет с приходом, и я делаю это тоже, ну, так сказать, слабо. Она, наверное, не выбивала, тогда мне не было ни... Ну, у тебя колеса тогда меньше были? Так, а что-то меньше, на этих же меньших колесах я потом поломал целую кубку раздаток и шестерни, на этих же маленьких колесах. Но эта нога у тебя тяжелее стала тогда? Ну, я думаю, что нет, я думаю, что что-то я конструктивно их не образевал. Почему я сейчас, вот я сейчас начинаю просматривать все эти нюансы. У меня, допустим, сейчас, я смотрю на вилку включения, которая там, типа, она у меня так вырезана, и я начинаю задумываться, посмотрю, вот сижу на нее, там, понял, начинаю разбираться. Почему она так, ну, тогда я показываю, да, почему она так, прям, как-то странно вырезала ее так в середине? А потому что вилка, я не знаю, какая там нагрузка на нее, она, типа, ну, короче, шестерни выталкивает, и вилка, соответственно, тоже разворачивает ее, и она внутри так выедается. Я понимаю, что там такой угол отгибания сумасшедший идет. Ну, понятно, что у меня все эти вот крючки мои, которые удерживают, не хотят ей давать это. Да, там крючки в тюнинге серьезные, кто не видел, там есть. Ну, то есть, оно сейчас получается, я сейчас что делаю, допустим-то, во-первых, ставлю нормальную шестерню, я думаю, что она сейчас, ну, меньше будет уходить. Вообще не понимаю, с чего, но начал вот так уходить после того, как я начал делать 3-3 раздатки, у меня там есть подозрения. И вот заводская шестеря, допустим, она сейчас на валу, там, на вторичной коробке, она вообще-то присутствует, без ничего. Я убирал зеленый на вилках, я сделал вилочку, там, ну, ее так правильно подточил, наварил, где надо. И я даже штоп, типа, сделал так, чтобы не было, ну, был там реальный угол. Мало того, вот тупо, ой, косяк мелочный, косяк мелочный. Короче, объясню, какой прикол. Вот я вчера показываю своему ребенку, сыну и своей жене, говорю, вот, понимаете, что они будут? Короче, есть штоп, есть штоп, на нем есть три зазубрины. Планик знает, типа, под шарик. Ну, это положение, потом полный привод положения и положение пониженной, понял, типа? Да. Положение пониженной я в свое время перемещал его, знаешь, как оно делается, заваривается и вырезается болгарочкой, типа, кружком, типа, таким вырезается больше, глубже место. Глубже. Но я глубже сделал. Но я сейчас снял, посмотрел, понял, а шарик туда и наполовину, ну, какой наполовину, и на трёхючат не ходит, то есть он не под диаметр шарика. Я думаю, ёлки-палки. Вот, представляешь, из-за такой мелочи даже, ну, то есть оно там никак не держится. Оно же нормально не держится, да? Не держало бы никак без крючков, и вот из-за такой мелочушки, и решили, слава богу, не на кого, потому что решил бы на мастеров, понимаешь, да, а так решить на себя, да. Из-за такой мелочушки я проделал столько работы и столько бабла выкинул, я объясню почему, потому что я столько раз делал раздатки, а это каждый раз работа. И каждый раз, а ты не крути, это бабло, шестерна влупил, хорошо сейчас делал за две с половиной, а я делал по семь, по пять, по шесть, это одну шестерню. А киты покупаются каждый раз, а киты покупаются подшипники, послачь, подшипники вообще не меняют, чтобы вы знали. Не вижу даже в этом смысле, вот, вот я сейчас, допустим, разобрал раздатку, но не было у меня жалобы, ни относительно, это подшипник, какого фила его, ну, поняли, типа, просто брать новые все подшипники и закидывать. Все равно это такая, ну, как бы, раздатка, все равно у меня там, ну, скажем так, расходная такая вещь, которая, типа, особо там, да не хочу я, короче, типа, пересмотрел сейчас все, заказал, типа, вроде бы, делать, и вроде их недорого. А по полосе, а что, полосе, ребятки, я еще не поставил, я их не вставил, ну, грубо говоря, ну, когда поставлю, мы, так, а что мерить, я уже дал мне все делать, уже все, я уже изготовил там, ну, реально, в самом деле там. Ты понял, что полуось патрулевскую? Да, я видел, да, выкладывал. Да, вообще, типа, ничего, поняли, типа, там, видно, что у тебя сальника не будет. Да будет у меня сальник, чего он не будет, мы сделаем. Нет, там, тенденции нет. Ну, смотри, во-первых, я одну полуось изготавливаю, и там будет сальник, начнем с этого. А вторая полуось, которая длинная. Это вообще, типа, блядь, ну, нафига, там, короче, такого абсолютно ничего нет. Я вам могу начать по порядку, начиная от, грубо говоря, кончика наружного труса. Заправляю. От кончика наружного труса, типа, я вам начну и доберусь до внутреннего, короче, этого самого, аж до двух внутреннего шлицов. Смотрите, с короткой или с длинного я смотрел про Африку, как они на этом Мерседесе ехали вчера. А я вам говорю, вообще, блядь, я просто был в восторге, я просто говорю, это чуваки, я в них влюбился. Поняли, что водила тут, что машина, что вот эта команда, двое мацанчиково, они, да вообще маленькие такой. Как они всю дорогу проходят, пешком, пешком, как они, думаю, машина. А, так там Афроу, да? Да. Ну, там есть такой французов, снимает видосы по разным странам, включая Советский Союз, так не потом. Короче, мы тут нанялись за тем. Шруст, я не знаю, я еще не поставил, но я не понимаю, что там может не стать. Нет, там все стоит. Все, я уже отдал, все изготавливается, все. На самом деле, параметры наших гоносей, ну, по крайней мере, патриотовских, они вообще практически идентичны. Патрулевскую полосу, патриотовский чулок. Да. Нет, я говорю, да, про шрусы и палки. Они практически, вы понимаете, они бывают, они есть кое-где, миллиметр в миллиметр, а кое-где, они просто что сделали правильно, они, посмотрите, берем шрус. Прямо шпы. Наружные шлицы, типа, они, прикол в том, что, вот я тоже, это мне рус подсказал, типа, я вообще не понимал, почему я когда получил первый мост 60-го, я их сразу померял, думаю, да что это бред, нафиг, выкинул, короче, думаю, нафига оно надо, типа, это парония. Там еще и шрус был гораздо меньше, чем, ну, чем, этот сам, чем патриотовский. Я его выкинул сразу, там, распродал, ну, он был там, ужарашиваем нормально, я думаю, да, зачем, мне нужен, типа, и бабки, и то, и все, и там, думаю, не буду заморачиваться, нафиг его, короче, чем мусор. Но в чем прикол, вот, наберем шрус, сам механизм шариков, ну, я там выкладываю, сейчас буду выкладывать видео, у меня просто чуть-чуть компьютер сейчас лагает, ну, мягко говоря, лагает. Я его не могу сделать. Сам механизм шариков, именно шариков, он только меньше, чем в Вайсере, в УАЗе, но они сделали классное тело, они тело шруса сделали на 4 миллиметра толще, 4. В патруле. В патруле, да. Они сделали на 4 миллиметра. Ребят, корпус шруса получает. Вот у меня шрус редко, когда ломается, то есть мне хватает на патриоте, вообще, у меня крайне редко ломается шрус. Сам механизм мешали, хорошенько лупануть, так типа на диагонали, до города цепут хорошенько, там, типа, живут тебе развалился. А там на 4 миллиметра сделали толще, мы что, мы говорим о миллиметрах, там, миллиметр, там, знаете, не помню, мы говорим, там, не потом. А там на 4 миллиметра сделали толще, короче. Сам шрус, раз. Потом места, прикол в том, что оно, типа, все одинаковое, но места, где палка подходит наружно, у нас наружу, к гранате, к самому корпусу, который отламывается всегда, допустим, либо отломается под хабом. Толщина палки одинаковая. Понаружи толщина палки. Да, и они деревьев тоже, там, типа, китайцы, которые продают китайские шрусы по-3, 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 они там, прям, такое делают, сталь. А россияне не делают, короче. Тут прикол в чем, прикол в том, что в детских размерах. Они сделали, укрепили вот это место, где подходит с собой гранате. Классно укрепили. Сделали толще и сделали толще, там, типа, подход к корпусу, я потом покажу. И сами шлицы, ты их меряешь, а на Патриоте, типа, они больше. Ну, там, на доле миллиметров, на доле миллиметров, даже не миллиметр, а там на 10. Лицевая, раз. Да, оно типа... Понял, за счет лицевой. Ну, меня. Нам, где прорезано в глубине, там 27, а на Патриоте сделали наружу 31, понимаешь? Четыре миллиметра. Четыре миллиметра. Ну, хорошо, ладно, уберем-то эти мелкие шлицы, там еще миллиметр можно убрать. Там хорошо, 33 миллиметра. И получается, ну, мы же говорим, мы же, ну, СРУС знает, типа, эти миллиметры, там, миллиметр разницы. Как там каждый миллиметр. У тебя машина, миллиметр, если добавить, миллиметр в полоси, я тебе машина стану другая. Реально, вот я отвечаю, она станет другая. А три миллиметра, это космос? Я знаю это по другим машинам, я знаю толщину V8 под ЖР, там, ТЕК, 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 ТЕК. В патриоте, когда выходит, в патриоте, когда выходит, короче, что-то он хочет, непонятно куда он целится. Патриоте, когда выходит со шруса палка, уже туда идет и перензал, я не знаю, зачем они так сделали, типа, при выходе со шруса и до вот этой шайбы, которая упорно идет уже в этот самый. Они там уменьшили тело, ну, только, блин, на три миллиметра, я не понимаю, это какой-то предохранитель, а зачем служит, типа, на предохранитель, типа, типа, уменьшили там тело. А я, когда сейчас чуваки будут изготавливать, я сказал, что не надо мне этих уменьшений, потому что, ну, зачем оно? Так ты полуось дал делать или что? Я сейчас расскажу, да, мы сейчас доберемся до этого, типа, я сначала, типа, характеристики сравнения полуосей, типа, на пальцах, а потом уже будет, типа, как я, типа, изготавливаю. И получается, что там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, ну, и, соответственно, наружный, тот, который подходит, не кричал, тоже мелкий шлиц, а у нас вот этот, вот, крупный, вырезанный, глубокий, там тоже отламывают, тоже есть потери, там, выделяю, подожди, скажу, диаметр, диаметр по внутренним шлицам уазовской полуоси 27 миллиметров всего. А у патруля, глубина, ну, и в это слабое место, из-за крупного швейцала. А по наружу, типа, если меряешь, типа, они этим, если там честно сказать, то, типа, в Патриоте, получается... Ну, качество металла все равно отличается. Типа, еще и больше, типа, там, на доле, там, миллиметров. А если мерять глубину выреза, ну, в потере эту, короче, там, 3-4 миллиметра. Три-4 миллиметра, да. Ну, то и что я сейчас делаю? Ну, в принципе, ничего для особых, там, переработок таких, прям, глобальных, честно сказать, нету. Я сейчас переработаю, мне даже будет дешевле это все обходиться, объясню, почему. Ну, дай бог, если будет все работать, давайте что-нибудь до этого. Да будет работать, если оно влезет, блин, туда. Во-первых, шрусу, допустим, вот я его шрусу купил, там, он стоит 25 долларов, чтобы вы понимали. Ну, это дешевый, это дешевый, нормальный будет стоить... Ну, 2000 гривен, да? Ну, Лебро, Лебро, Спидан где-то трешечку будет. Ну, хорошо. Ну, а это ты уже его не сломаешь, ты его не сломаешь, Андрюх. Давай будем... Ты его не сломаешь 37-ми колесами. Не, ну, ты можешь, конечно. Не, для эксперимента я бы, да, сломать все уж угодно. Ну, я сомневаюсь, что, блин, сдолбанный моим мотором 2.7, я смогу это делать. Я сейчас, я почему это говорю, потому что, ладно бы, если бы, допустим, я бы знал бы, я бы знал бы, все эти истории, понимаешь, из Флэнбука или в Викебедии, это одно дело. А мы же катаемся все вместе. Ну, да. То есть, я же вижу, как пацаны ездят. Ну, Крис, а 38-е колеса, да, 28-е. Триклитровый. Я с Кридиусом разговариваю, у него 48, ты знаешь, что Леха типа ездит. Да, жесткий. Он хоть так же, ну, понял, типа, он досечки любит, что-то, смолить. Я у него спрашиваю, ты хоть раз на Малке едешь, он говорит, нет. Да, так а у него там 37 или больше колес? У него 4.8. Не, колеса 37? 37 и 38-е сейчас у него 38-е, вот эти облотные. На 61-м патруле? 80-90 у него, понял, типа, вот эти вот Макси все, понял. Ага, а, все, я понял. Да, у него 3.8. Для гор, которые. Да, там и вес нормальный, и 4.8 мотор нормальный. Да, конечно. И пары там. А, они занижены. И пары стоят не 4.8, а пары стоят 3.11, понял, типа. А 4.625, там, понял, не было. 5. А, 4.6. Ну, короче, да, да, я понял. Дизельные пары стоят. Дизельные пары стоят, на бензинке, да. То есть, там должны колеса, ну, шрусы получать по полной программе. Ну, в Карпатах там их ломают, ребята, но стараться там надо сильно, да. Я понимаю, что такое ломают. Ломают, понял, когда горцуют, когда там то, когда ломают, понятно, что все ломают. Но есть такое, что же понимаешь, что ты только газ куда-то на моторе 2.7, понимаешь, а у тебя раз и сломалось, у тебя раз и сломалось, раз и сломалось. Не, не, будет работать, да. Это не пойдет такое, понимаешь, это уже действительно, там, ну, грубо говоря, там, я покупал эти серки, сейчас у Егора есть серки-молотые, до сих пор лежат, типа. А, остались у них, да. Да, ну, они меня не спасали. Спасали? Не спасали? Нет, я такой, прям, сумасшедшая разница, я не счет, ну, конечно. Сейчас горнышко смочу, носник припудрить. Летим. По правительственной. По правительственной. Блин, а где значок BMW? Я его брал, чтобы не ломалось. Чтобы не ломалось. И гидроусилитель. Шо это такое? Шо это такое? Безплатная реклама. Короче, и в мире, и СЛР, и апельсин, и луис, и яблоки, короче, все. Так вот, это не тот чай, что ты по это принимаешь, перед овроудом. Орланы, ингредиент, кунопля, каннабис. А есть там, да? Как ты понял, он не только чай, он приправы еще какие-то ест. Перед овроудом. Вот полуоси. Чего ломаются? Короче, смысл переделок там немного. Сам шрус, все, что со шрусом делается, это я убираю 2 миллиметра диаметра. Ну, там запаса хватит, там еще к моему будет запас проще. Так ты решил не кулак убирать, а шрус все-таки убирать? Я убираю и там, и там, но, короче, я сейчас первый иду там продажу. Я сказал, что я сначала болгарочка хотел снять его, но ничего страшного, почему болгарка, потому что, чтобы не весь диаметр снимать у токаря, я хотел, типа, снять там, я купил такую блатную шарошку, типа, у меня они разные есть, я езжу на юность к чуваку, короче, купил у него шарошку и начал в кулаке делать выборку. Она там строчит, будь здоров. Выбрал чуть-чуть там и болгарка дел, подточил. Ну, я так прикинул, еще и процедура такая, ну, не то, что она долго этого, дело не в этом. В принципе, я уже там, как бы, сделал так, что он спокойно туда залетает, и тут чуть-чуть смысл другого объяснил почему. Потому что в корпус поворотного кулака, в корпус поворотного кулака, для того, чтобы он сначала зашел туда аж сам, в самушок, сначала он даже должен идти в корпус поворотного кулака, а он туда не входит. Я думаю, так сейчас расточу, типа, я корпус поворотного кулака уберу, чуть-чуть там, 2 миллиметра, но, тогда ЦАП будет держаться только на вот этих шести болтах. А она туда сейчас ходит, типа, плотненько ходили, да, там есть такое посадочное место, и, типа, она садится, а вот это посадочное место, а потом уже крепится шести болтами. А ЦАП поделал такое, ну, сами понимаете, то есть, ну, на ней, она там, не несет, ну, силовую, короче, такую, самую силовую пигню, поэтому я убираю 2 миллиметра шруса, там запаса останется с головой. Я же говорю, что я сегодня ломал, а тут еще будет плюс 2 миллиметра. Короче, я убираю 2 миллиметра шруса, все, по шрусу все. Значит, что будет без нахава пока что? Хотя, скажу вам честно, можно поставить хак без проблем патрулевский, без проблем. Переходничок, либо варианты разные есть, можно в ступице переделать шлицы, можно сделать переходничок без проблем, но я до этого пока не хочу доходить, я просто заказал, вроде нашел нокаря, который, тупо, не знаю, настолько теряй, что-то без него в откроем секрет, типа, не знаю. Короче, он мне долго делал шестерой, тумарик, понял? Он сделал, да? Он сделал, да, я забрал ее с боем, можно сказать. У нас с ним были долго там качели такие, ну, я к нему относился, уважительно относился, типа, я ни разу, типа, я сколько раз он мне, там, ну, мне там, к примеру, завтраками каждый день. Но, тем не менее, я ему там звоню, понимаю, что я слышу по голосу, ну, знаешь, все-таки, 52 года типа, там, ты что, нормальный чувак? Сaves, ну, то, что он кидать собирается, или хамит мне, или есть такие борцы, знаешь, типа, там, то есть он каждый раз, типа, там, да, извините, да вот то, да вот это, да вот завтра там, да вот завтра там, да вот четверка там, да в следующей неделе там, да у нас там. я понимаю что что-то короче происходит чуть-чуть что-то не пошло не так думаю буду с ним нормально потому что посраться это дело такое это посраться и это очень быстро сделаю а найти понял такого чувака который мне крайне нужно это уже гораздо гораздо сложнее еще и по такой нормальной цене по которым я сначала шестерни продолжил за две с половиной которые за 7 дел поэтому за него и короче типа он не сказал неделю поручил не вас и полтора месяца но по итогу я у него вырвал ее с рук короче причем так можно сказать вырвал а он говорит я умею делать нужно сделать короче 36 терни и изготовить одну полуоза считать и он не типа это будет тикмэк тикмэкер почитать и прикиньте мне ну вы знаете со всеми скидками туда-сюда я там провинился короче это будет 5 тысяч гривен я такой тропин шнупор вошел короче знаешь не было три шестерни изготовить понял типа и полуозь 5 тысяч гривен и потом сто двадцать долларов знаешь ну да я такой типа да я рута вы не парьтесь не потом знаешь не пояру хрен с ним ну всякое бывает и почему теле голодом полиция пришли с на мойка это фигня твой раненем на украине какие-то были там он давно в одну полку очень ходит он там что-то и осколки пошли по крови там что такое короче я говорю да не парьтесь слышишь я кит там последний когда была возможность когда были другие цены когда был курс и потом так ты кит и потом потом и там понял типа а тут у меня еще и полуозь короче короткую затеян изготавливает но я ему так короче насыпал еще работы сверху там вы там не стесняйтесь добавляйте спаната там валюты у вас адекватные поэтому даже не будем говорить переделаем это переделаем это переделаем это хорошо . есть короче да есть до меня слышал я воду шестерни которую мне отдал я бы все-таки кольнул бы все таки я подошу напильником пилить я не знаю честно радость было все слышно сразу слышно то слышно понимаю что ну понятно что слышно тоже радица эту слышно понятно что по нему скользит скользит но не средств и цар física также что же понимаешь по этим шестерем тоже ситуация такая хорошая никто ее нельзя сделать мне и не надо делать стеклянную бумаж Hellon. Sam понимаешь всём дело нельзя потому что перек https divk. приложишь наш тамбот просто рассыпется нахрен как у просыпалась моя последняя последний зуб вылетел да не вылетел я проехал на ней блин пять километров сразу два километра до доехал до песка и все и по полосам и я тоже сам проходил я покупал осенью так вот выехал а за ну понимаешь по все зубики надо хаби ну бывает так и я искренне опять реале такое было сейчас обламывается просто я поехал или купил вторую реале красивой турину турину короче поехал короче купил типа варен и вторую опять выезжают опять опять хаб снимаю так саба вы трусил понял все зубики короче смысл том у нас делается я изготавливаю вместо хаба я изготавливаю такой лухарик нарезается шлицы нарезать и по этого патруля и все остальное шоу в дуло стандартный такой долбан как он называется поражаю бачку да как называемый сантиметровый шайбу это которая будет уже с отверстиями которая провалится и будет понял крепится в ступице грубо говоря вообще делается все мы разобрали по наружке корпус поворотного она и в шоку она тоже войдет и будет там здесь все нормально потому что у нее глубина блин я такие вещи рассказывать не должны просмотры быть короче да это смотры будут когда когда соберешь и поедем вниз кучная короче самой получается мы говорим про диаметр я убрал у нас все подходит принципе такие машины да я тоже глядывал дарима такие машины ездят не это не не такая это обычная получается у нас не по единству как угодно и знаю больше водителей через козынку через козынки вот здесь ни хуя дальше не дальше забей это точку андрюх забей точку поехали поехали пока куда чтобы не проедем не проедем пусть а смотри еще кого там вот такой крупный поворот не про могут на козынки боя на угадать на козынки это сам это указать на козынки да на украинку какой-то украинку на будет указать поехали поехали и в чем суть за дело вот смотрите мы прошли по гранате глубины у гранаты снимаешь да да вот корректируешь по-другому глубины у гранаты самой глубины ее она тупо блин такая же как и у спайсер то есть ее хватает единственное что получается нам нужно изготавливать наружную палку значит так начну сразу с длинной длинная палка наружную полуось правильно сказать ну полуось да я нас так буду называть вещи дальнейшем полный короче длинная полуось тупая изготавливается из патрулевской из патрулевской этой самой короче патрулевской палки доберется патрулевская палка у нас уже получается внутрянка подходит внутренняя часть короче который под 28 шлицов а наружка у нее есть запас для того чтобы нарезать вот этот вот уазовский крупный шлиц который входит в дифференциал да единственная она буквально 5 миллиметров будет соседой стороны с наружной внутренней которых подифференциал единственно она укорачивается нарезается шлиц остается один нюанс вадик сказал вот сальник место но я с этим единственным пока что то что доктор пока нет не сделает и меня стал забудь про него я это сделал я разберусь это сделать я подберу либо сальник меньше мы найдем когда сделают либо это место сделаю так чтобы под на нем будет за ли грудиться я сделаю так неonne и подобрали она будет держаться либо сальник либо резинку накинуть на сальник но там варианты разные есть но я сделаю так что будет место пацаны это будет алкозик но я сделаю короче а маленькая вот она тупо изготавливается она изготавливается по примеру патрулевской на ней уже будет место соответственно родное пационе будет корная шайба и шо и все и не единственное что на ней не будет такого слабкого песка я сказал ему пусть и по всей длине не надо уменьшать знаешь не потом некоторых местах пусть его жалко жрецов пусти 330 миллиметров все там 28 пусти 30 все не надо бетонки потом делать маленькие короче как-то вот так вот принципе все единство что осталось это все как говорится на практике проверить мне это проще больше потому что у меня это все есть на руках не всякие шаровые пор поворотные кулаки и мосты дифференциалы то есть я могу это все тыкать поняли типа я могу общий пост собрать запасной до запускной не погони и так шоу такая короче веселая история машина стоит хорошая слышишь так а мотор там был не видел шестерка стоял и мед подрезает жестко так мы уже почти в украинке пока андрюха рассказал про полуось про полуось и про раздатку интересно будет конечно говори не додумался тулете патрулевские полуось спайзеровский мост принципе ничего такого что никто не там это единственное что меня там зараживает просто никто не не было задач хотя я не понимаю что может быть не тем в принципе редуктор держит же нормально можно сказать типа прикол знаешь не пошел а что-то сразу хейды да на тему там а это дорого а это купить то я уже говорил что ребятам ну я считал ну не буду обсуждать три штуки фактов нет блокировка нормальной китайской ну да а тут я не знаю может сотни долларов там какие-то там типа там опять же мозг твой стоит на месте да да не надо изобретать не по поводу них не ешьте или нет дело в том что у меня не просто них которые тихо и слабые в уазе сателлитная часть слабая а у меня что стоит блокировка и штехна блокировка а и штехна впереди конечно поэтому у меня эта часть она я назовем ее креп там шестерни а шестерни потом косы еще раз шестерни просто редуктор ну там как обычно не бывает проблем с ним потому что трещула здесь есть и как это а а а это ладно и это ребят какой я украин Я пропустил сегодня колеса, ну и, короче, ну, я так опустил, ну, сон мне такой очень, не знаю, кунать, без фишки, вот, ничего не знаю, тяжелый сон у меня, а тут я пропустил колеса, и не просто пропустил, мне только второй раз, и я понимал, что мне сон, если мне будет, короче, вообще не по уникальному, и мне приснился сегодня сон, короче, что мы не долазим, куда-сюда, какая-то бездорожья такая не, ходим, не было, что-то куда-то там выходили, что-то меня забыли, там, все такой бред сделал, если я там семью сегодня потерял, поедал за границу, деньги у нас закончились, машины поломались, короче, это жесть, вообще, дальше не рассказывай, семья, я какой-то пошел каким-то там полицейским тем местом, короче, говорю, там, давайте что-то какие-то, что-то как-то придумаем, как нам вернуться в Украину, ну, это такой бред, ну, то смысл не тот, но смысл в том, что мост, короче, я иду, и такое груда-груда огромнейшая металлолома, и типа, вроде как от какого-то трактора лежат такие порталы, офигительные такие порталы, ты прикинь порталы, и они такие тяжеленные, и я думаю, слушай, ну, оно ж такое громадное, короче, а что раз и сюда? конечно, ну, там рынок, сейчас будем там ехать полчаса, а, и оно ж такое громадное, я думаю, но оно тяжелое, я был навес, так, нет, нормально, короче, думаю... так что, из титана оказалось лишь? я думаю, я же уже во сне считаю первое, что, ну, пары, передаточные, я считаю, ну, я считаю, допустим, я считаю эти зубы, смотрю, допустим, ага, тут-то, 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 и я уже думаю, как картовики уже посчитал, и посчитал передаточные, уже поняли, типа, на этом самом, короче, на диффе, ну, такой бред, именно, офигеть, вообще, так, и уже думаешь, как куазу их прикрутить, да? ну, а шо? я же про это говорю офигеть, блин, вот это, блин, по реальности... ну, не подошли, короче, передаточные, не подошло, не подошло? так это во сне, а в реале, может, и подошло? от какого-то эскаватора, типа, или от чего-то, от Татры, огромный, от Татры какой-то, от Татры, да, может, там бортовики были такие люди... блин, Украинка красиво, конечно, прикинь, люди, да, смотри, там, у них движуха, да, звони ему, есть такой, да, есть наборчик... блин, украинка красота какая, прикинь, такой вид у тебя из... из 12-ти этажки на море... блин, красиво, сколько мы тут с отцом пролетали на лодочке... блин, красивый город... сейчас, ты много только не ешь, потому что... Андрюх, чтоб ты не начал рулю у Вадима вырывать из рук, много не ешь, не будешь... фодики не взял, вчера порывался фодик, не взял фодик, но у тебя телефон есть... вечером на Жухаре меня, короче... шо, чего? да, эти ж блядяты, там же, где там, на России, там же, типа, в Москве, там... так и ИГИЛ взял, ИГИЛ взял на себя... а пушка, да? пушка, да, с ИГИЛом? да, конечно, сказали, типа... я говорю, как ИГИЛ? должны ж были... растворились в столбе, я понял, типа, ИГИЛ... это вообще жесть просто... ну, первое, что приходит в голову сразу, ну, естественно, первое, понимаете... просто на дегенератов рассчитано... да, это, естественно, типа, шо... у этой шляпы, понял, типа, слетела... ну, вообще, типа... так слетела, шо, у него... слетела у ботоксного, слетела, блин... башня... да, он с этого начал, типа... да, театр травы и комедии, типа, да, типа, очередной, типа... он с этого начал, блин... Беслан 2, да... потому что на прошлых его... аналогично жена... просматривала, через неделю, ну, подобный тракт... да, да, да... ну, это понятно, это понятно, это понятно, это... это все, это понятно, потому что оно, что такое прогнозируемое... ну, порыло и прогнозируемое... ну, вот, ничего ж не может, какого больше, чем... так, а что ж, там мозг... мозг... ханарейки, блин, и было, а вот сейчас еще ботоксом заполнился, вообще потерялся полностью... это жесть, конечно... да, для любого... я не хочу, чтобы плену было... потому что, если бы это было наоборот, там, типа... ну, не пил, понимаешь, типа... придумал очередную, типа... да... как всех послать в мясо... да... ну, после чего? ну, сейчас мобилизацию объявят... от фашистов, от нацистов, типа... от нацистов, нацисты на нас напалишь, ну, сейчас же там же все... там же все понятно, как это... да... на нацики все, да... сейчас мы пойдем, типа, спасать мир, типа, от фашистов... вот тебе, пожалуйста, аргумент... ну... и овцы, типа, с удовольствием поедают... это жесть, вообще... ну, типа... дело в том, что, понимаете, что беда заключается в том, что... настолько там сильно зажато информационное поле... то есть, сейчас уже все... сейчас уже и ютуб, и то, и то, и то... там они позажимали, типа... ну, ютуб пока работает... и ты куда-то голову... ну, да, там, типа, есть... ну, там, типа, там тоже... там все... они там прожимают... так что... и там ты куда голову несунь, куда ты... в свой взгляд... никакие, типа, везде будут... фашисты, бандеровцы... ну, мне сказали говорить, типа... я говорю, типа, там... а чуваки приход... приходили... из-за этого... и шли на войну... понял, типа... чтобы защитить, короче... от бандеровцев... да, от бандеровцев... которые на христах распинаются... слышишь... вчера кто-то говорит... это история... знает, что у ботоксного карлика нету... смартфона... интернетом он не пользуется... боится, что бандера ж придет в телефоне... как кто-то там говорил, что бандера... бандеру боится... ну, это печально, конечно... это жесть... вообще... кто-то говорит... бандерой 50 лет как нету... или сколько уже... или больше 50... я уже вчера... говорит... а они его до сих пор боятся... да, блин... вообще шок просто... Mazda едет... смотри, та, что была в прошлую субботу... полноприводная... я сегодня... еду с таксистом... я ему говорю... говорю... ну, вот... я бы такой, чтобы сразу... хорошо... ну, какая логика... во-первых, давайте так... какая об этом логика... ходить... на хлам... допустим... да, там, к примеру... там... так это ж бандеровцы нацисты... неонацисты... зайти, допустим... и начать... ну, логика какая... нам это какую пользу даст... ну, я... они ж по-другому мыслят... они ж по-другому... вы мне показали в этом хохла... и вы его там убили... ну, понимаешь... ну, какой в этом прикол? то есть прикол... чтобы весь мир тебя ощутили... или... ну, логика... ну, вы ж дебилы... ну... на двух чужих колесах... возвращались... да... а, и тут подписчик нас узнал на этой заправке... прикинь... ночь, темно, блин... да... подписчик узнал, говорит... ну, я вас знаю, говорит... клапан в Майами... сейчас в тепле... в Беспейте... уже поет песни... храни бог Америку, понял? да... тут что-то впереди... кто-то... слышишь... какой-то фордец едет... сколько? тридцать... тридцать чувак валит... только кустики мелькают... вот это меня такие поражают... пилоты... вот он, вот он... не, а, тут учебный... осторожно... 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 учебный, да... ну, ему простительно... ух, там бабушка... ёханы бабай... ты видел? да там на руле следы ее на вейке остались... останутся, блин... следующее поколение будут учиться... и бабушкины следы будут... все, обошли... блин, печка дует... у тебя вниз направляется как-то печка? чтобы не вверх, а вниз... перенаправить... чтобы на ноги шла... ноги замерзли... да... ноги замерзли... а верх вспотел... или это от страха просто... вот он... сейчас так люди освобождают... на какой? третий? на третий валим в горку... так, надо забить координаты... там у нас привал еще по дороге в красивом месте... десятого века... десятого века место... какой-то джип тоже едет... похоже с нами... свежа рыба оптом... ну и мазда перед ним... да... да... мазда... колеса поменял или те же слики? конечно... но и мазда отдыхает... это точно... но брат не покатился... брат не покатился... брат не покатился... есть старые вот такие вот... про которого высоцкий поет я помню ездил я ездил за рулем вот этому чем он медленнее маза идет на понижайке идет да на понижайке блин в очках серьезный такой слышишь жесткий слепой едет на красной мечте сегодня легче снега нету тем не менее тем не менее будем толкать слепой жесткий конечно может оставить может оставить до кому-то сядет до мазу тяжеловато церковь красивая жесткий ты как на ралли валишь за ними но любу повезло вадим любу повезло что ты не участвовал вен хрен был сколько там 8 или 9 раз чемпиона мира стал да скоро все зазеленеет ну травка уже зелененькая это зеленеет это не samsung красит и вниз можно тут ехать прямо по склону место красивенное просто бомба мы тут уже как-то на привал останавливались